сегодня у нас вот такая шикарная выпечка с творогом очень вкусные нежные готовится очень легко и просто начинаем заводить тесто здесь я подогрела 400 миллилитров молочка чтобы она была тепленькая и добавляю дрожжи дрожжи у меня сухие быстродействующие одну столовую ложку это где-то граммов 7 добавляю сюда сахар 150 граммов стакана я буду использовать 250 граммов и здесь у меня одно яйцо и один белок немного посолю перемешаю и тоже отправляю в миску все хорошо перемешаю и добавляю 25 миллилитров растопленного сливочного масла и 25 миллилитров растительного масла желательно чтобы она была без запаха опять все хорошо перемешаю и буду сюда просеивать муку у у меня уйдет сюда четыре с половиной стакана муку обязательно просеивайте видите попадаются вот такие комочки когда просеиваете муку убирается все лишнее и мука наполняется кислородом просею часть муки размешаю и потом буду добавлять остальную часть муки просеяла последние пол стакана муки убираю ложку и начинаем замешивать рукой тесто должно получиться очень мягкое вот такое вот тесто у нас получилось собираю колобочек чашку смазываю растительным маслом и оставляю на час на подъем если в комнате тепло то часа будет достаточно если прохладно то тогда где-то полтора часа уйдет на подъем тесто у нас поднялось смазываю стол растительным маслом выкладываю сюда наше тесто посмотрите какое нежное тесто у нас получилось делаю вот такой вот жгутик и нарезаю его на 5 частей сначала натику потом развязаю чтобы были у нас одинаковые кусочки теперь каждый кусочек нужно скатать в колобочек колобочки где-то наверно по 100 по 120 граммов получаются раскатала все пять колобочков накрываю полотенчиком и оставляя на подъем минут на 15 за это время будем готовить начинку у меня 400 граммов творога добавляю 3 столовые ложки сахарной пудры и одну столовую ложку крахмала также добавлю сюда одну столовую ложку сметаны и все хорошо нужно пробить блендером до однородной массы вот такая вот у нас получилась начиночка примерно тоже разделю ее на 5 частей тесто раскатала вот такой толщины где-то 0 5 сантиметров на край выкладываю начинку где-то две столовые ложки примерно получается закрываю начинку хорошо прижимаю и делаю надрезики где-то по одному сантиметру не до конца нарезаю такие рулетики в форме пирога будут очень вкусными очень мягкими и очень воздушными и начиная скручивать рулетик краешек теста вот так прищипываю и так будем разделывать все наши пять колобочков колобочек разрезаю вот таким крестом раскрываю тесто и тогда можно хорошо так раскатывать или квадратик или прямоугольник и раскатываем наше тесто толщиной 0 5 сантиметров получается как бы квадратик такой на краешек укладываю начинку закрываю начинку тестом хорошо прижимаю и делаю надрезики все готовится очень быстро и просто и скручиваю укладываю форму у меня размер формы 20 на 30 укладывайте так как вам позволяет ваша фантазия накрываю полотенчиком и оставляю на подъем на 40 минут простояла полчаса включаю духовку на 10 минут на разогрев и в это время смазываю наш пирог яйцом с добавлением водички выпекаться будет 40 минут при 180 градусов вот такой красивый пирог у нас получился пока он еще горячий я его смазываю сливочным маслом сверху чтобы он был такой вот красивый и более мягкие дадим ему остыть и можно нарезать пирог получается очень нежный очень воздушный обязательно приготовьте если вы так еще не готовили очень много начинки вот так он выглядит у нас в разрезе посмотрите какая красота и очень вкусный всем приятного аппетита готовьте на здоровье спасибо что заглянули ко мне на кухню спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!